Техническая база части – одна из составляющих успешной работы подразделения. Эти слова стали лейтмотивом учебно-методического сбора, стартовавшего накануне в городе над Бугом. Офицеры, представители подразделений внутренних войск, прибыли в Брест, чтобы не только ознакомиться с существующей в областном центре технической базой, но и доложить о том, как обстоят дела в их частях и формированиях. Внутренние войска вообще, если говорить в общем, выполняют многоплановые задачи, которые определены законом в внутренних войсках. И ни одна из задач из них не выполняется без применения техники. Техника у нас разноплановая, для несения патрульно-постовой службы, для конвоирования, для специальных каких-то задач, операций, взрывотехнические. Группы у нас присутствуют практически во всех частях. Сегодня военнослужащие части 55-26, согласно уставу, выполняют сложные служебно-боевые задачи по охране общественного порядка, обеспечивают безопасность граждан при проведении разного рода мероприятий. Образцово несут службу при выполнении ответственных задач судебного и встречного конвоирования. В помощь военнослужащим – хорошая материально-техническая база, которая с каждым годом пополняется, модернизируется и переоснащается. Этот парк уже около 10 лет назад построен. По своему обустройству и по наличию всех элементов парка, он является одним из лучших в внутренних войсках. Автомобильная служба и техника внутренних войск на данном этапе своей жизнедеятельности позволяют выполнять служебно-боевые задачи, поставленные перед внутренними войсками. Огромная благодарность командованию внутренних войск, которые по повседневным трудом отстаивают интересы внутренних войск и обеспечивают поставки новых видов вооружения и техники во внутренние войска. Сейчас, в любое время дня и ночи, внутренние войска готовы выполнить поставленные перед ними задачи. В рамках учебно-методического сбора состоялось совместное совещание, на котором были подведены итоги работы в подразделениях внутренних войск страны за прошедшие несколько лет и поставлены задачи на ближайшее будущее. Ежегодное мероприятие позволяет не только подводить промежуточные итоги эффективности деятельности, но и улучшить координирование работы структур.